Сегодня один мужчина среди всех вот этого вот цветочного сада барышень. Андрей Михайлович, включайте, пожалуйста, микрофон. Управляющий директор Андрей Александров. Добрый вечер. Как меня, слышно? Слышно хорошо. Слышно, видно, да. Я сегодня не буду делиться своими результатами, хотя у меня их достаточно. Я хочу поделиться результатами трех своих партнеров. И это онкология. Это жуткое заболевание. Причем два товарища, это мои товарищи, с которыми с одним я учился, с другим работал. И женщина, которая пришла к нам на презентацию. И когда она только зашла в зал, я понял, что у человека очень большие проблемы. И начну я со своего товарища, с которым учился. Это онкология грудной железы. Человек из севера Донецка. В свете наших всех событий оказался в Киеве. Без средств к существованию. И еще есть онкология. И вот, когда я узнал об этой его проблеме, я ему позвонил поддержать товарища. Ну, там поддерживать было уже нечего. Вот представьте, человек прошел первую химию, и там его три или четыре дня колбасило, они не по-детски. И веры уже не было никакой. И тут я ему предложил, что, дорогой товарищ, давай-ка мы дело до операции доводить не будем. Я его свел с нашим профессором Ириной Владиславной. Она дала рекомендации. И по этим рекомендациям мы закупили наше дрожжи. Он стал принимать. Через две недели у него вторая химия. Он ее проходит и абсолютно безболезненно. Итак, на сегодня он прошел уже пять химий. После четвертой химии врачи определили, что опухоли нету. Хотя первоначально после четвертой химии ему назначали операцию. Завтра он проходит последнюю, шестую химию. Это из тех двух дополнительных. И чувствует себя великолепно. По ощущениям, по анализам крови, по физическому состоянию. Говорит, я как красавчик. Опухоли нет. Все параметры крови в коридорах. Так что завтра он проходит. Там еще какие-то обследования пройдут. И я надеюсь, что мы операцию с ним убежали от нее. Второй товарищ по скорой попадает в больницу. Он пожелтел весь. Думали, что там у него гепатит. А когда его разрезали, оказалась онкология поджелудочной железы. Ну, что это такое, рассказывать не буду. Это вообще страшная история. И я тут же ему предложил, чтобы поддержать организм после операции. Потому что потеря веса в течение нескольких дней больше 10 килограмм. Ну, соответственно, дух там, все дела. Действовал я не с ним напрямую, а через супругу. Я дал гроу и стоп. И у него очень быстро начали восстанавливаться швы. Начал, появился аппетит, появилось все-все-все. Вот, и его выписали через 10 дней из больницы, не вырезая опухоли. Сказали, ты не наш, тебя к онкологам. Значит, там что-то почистили, ведь можно, и отправили домой. Вот. Ну, понятно, состояние души и тела никакое. И снова наш профессор, Ирина Владиславовна, нижайший ей поклон за это. Она получила от нас всю медицинскую документацию, выдала рекомендации. Ребята стали, я вам сказал, чтобы не выпендривались, а начали принимать нашу продукцию. На фоне лекарств, на фоне лекарств, потому что Ирина Владиславовна сказала, ни в коем случае никакое лекарство, то есть лечение отменять нельзя. А как противоядие против всех этих лекарств, наши дрожжи, это очень выход из данного положения. На сегодняшний день промежуточный результат. Прошли шесть химий, самочувствие великолепное, безболезненно, все химии идут. Понятно, что есть колебания параметров крови, но за несколько дней они восстанавливались. Был промежуточный нехороший результат, образовался тромбофлогид, как следствие одной из химий. И высокая температура, нога опухла, покраснела, в общем, отеки, страшная история. Поскольку это были выходные дни, я порекомендовал применить ГРОУ, СТОП, увеличить Альтимейлс, и буквально за два дня все нормализовалось. Потом вмешался еще лечащий врач, добавили еще всяких лекарств дополнительных, и быстро все это победили. Даже график прохождения химии не нарушали. Вот такой результат. И третий результат женщины, которая к нам пришла на презентацию, у нее онкология костного мозга. Она прошла весь курс химии без наших дрожжей, но когда она к нам пришла, у нее уже энергии нету, здоровья нету. И вообще ничего нету. Но есть одно желание жить, и жить очень хорошо, ну, в плане физического здоровья. Она, ну, так получилось, это был единственный новичок на всей презентации, и мы провели полноценную презентацию ради нее. Она сидела самым тщательнейшим образом, все записывала, все законспектировала. На следующее утро позвонила мне, сказала, что хочет встретиться. Мы с ней тут же встретились. Два часа я ей еще индивидуально проводил презентацию. Она приняла решение, стала принимать наши дрожжи, и на сегодня она имеет очень хороший результат. Она прошла компьютерную томографию, которая показала, что ее состояние здоровья стабилизировалось. По параметрам крови у нее идет улучшение, причем довольно ощутимое. И сейчас она готовится ехать на встречу к сыну уже за рубежи нашей Родины. Вот такая история. Я считаю, что это очень замечательные результаты, и хочу поделиться, какими продуктами мы этого всего достигли. Значит, арт три раза на день, мелс два раза на день, хэппин два раза на день, брэйн хэппи, слайд, релакс, айс, гтс, ну, пожалуй, все. Ну, в общем, если вы будете пользоваться всей линейкой продуктов, ребята, быть нам всем здоровыми, понимаете? Я, конечно, всегда печалюсь, когда вот партнеры начинают лечить тех, кто к ним приходят в команду. Ну, к сожалению, мы живем в таком мире, где очень много стресса, очень много вопросов по здоровью у большого количества людей на Земле. Конечно, очень хочется помочь, но я даже в силу своей профессии никого не лечу. Обычно всегда отправляю всех к докторам. Поэтому у меня к вам большая просьба. Первое, вы тогда отвечаете на вопросы новичков, которых приглашаете либо в бизнес, либо попробовать продукт, поправить их здоровье. Если есть какой-то диагноз сложный, огромная просьба к вам, сами не консультируйте, отправьте все-таки к доктору. Это лучшее. Вот лучший вариант для вас. У вас не будет, во-первых, вы не будете брать на себя никакую ответственность за здоровье человека, потому что доктор все-таки, имея образование, может нести эту ответственность. У вас нет такой задачи. Это первое. Второе, ни в коем случае никогда не говорите, Вася, бросай пить таблетки, пойдем кушать дрожжи. Категорически, вот запрещаю вам всем, кому-то такое рекомендовать. Уже люди, которые начнут пользоваться продуктом, параллельно со своими химически синтезированными препаратами, они потом отрегулируют вместе со своим лечащим врачом, вместе с врачом, у которого они консультируются в нашей компании. Поэтому не делайте такие ошибки, не обещайте, что человек с онкологией завтра будет совершенно здоров. Разные стадии онкологии, разные проблемы, онкология разных органов, где-то стартует, видите, быстро, у кого-то очень эффективно, а у кого-то, извините, нет, и кто-то уходит из жизни. Есть у нас и такие примеры при приеме даже всех дрожжей. Поэтому здесь много факторов, и вселенная, и физика, и химия, и наши дрожжи. Поэтому подходите очень грамотно, изучайте матчасть, как я говорю всегда, посмотрите маленькие фишки по продуктам, и, конечно же, привлекайте свои структуры здоровых, полноценных, полных жизней, энергий. Ну, кому энергии не хватает, welcome, поправят свое энергетическое состояние, потому что я уже говорила неоднократно, что наши дрожжи даже изменяют размер, ауры, ее цвет, состояние энергетической наполненности человека, его осознанность. Ну, очень круто они работают. Поэтому будем рады, если здесь присутствуют новички на нашей встрече, они услышали что-то для себя, приняли решение, придут поправлять свое здоровье и перестанут вообще болеть. Вот, кто-то захочет постройнеть. Вот, уже говорили, да, Инга говорила, что постройнела, да, я тоже постройнела на 15 килограмм, хотя такой задачи на старте не было, но все дрожжи, они начинают работать с нашими обменными процессами. И, безусловно, вы меньше едите, вы перестаете кушать сладкое, потому что его не хочется. Вот, поэтому вам всем присутствующим, вашим близким, вашим партнерам сегодняшним, будущим, всем-всем-всем, всем на планете. Я желаю здоровья, конечно же, потому что это самое главное, когда вы можете, просыпаетесь утро, можете улыбнуться, можете сделать глоток воды, можете подняться с постели, пойти вашими красивыми ногами, кто-то по снегу, кто-то по траве. Это невероятное счастье. Поверьте людям, которые лежали в кровати. Это очень круто. Поэтому пользуйтесь нашим продуктом. Можете много кушать, кушайте много. Все, что не нужно, обязательно организм выведет, потому что все растительное происхождение. Кто не может, кушайте хотя бы то, что можете себе позволить. Но начинайте этим пользоваться. Поэтому мы вас рады были всех видеть.